Здравствуйте, с вами Александр на канале финансовая независимость. Продолжаю экстренные выпуски. Ну, какое время, такие и выпуски. Известно, что московская биржа не работает уже долго. Зафиксирована самая длительная приостановка торгов. Я сегодня коснусь причин продолжения приостановки торгов, но сначала обращу ваше внимание на то, что Байден, президент США, чуть ли не впервые высказался про российский фондовый рынок. Он сказал, что Россия не открывает фондовые торги, потому что при открытии рынок развалится, обвалится. Ну, а теперь давайте перейду к причинам продолжающейся остановки торгов и, конечно, прокомментирую развал российского фондового рынка. Возможный развал. Перспективы, что будет, что делать. И перед тем, как начать свое сегодняшнее повествование, конечно же, напомню, что YouTube могут закрыть уже завтра, поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал, там мы не потеряемся. Ссылка в описании к видео внизу. Итак, причин приостановки торгов на московской бирже несколько. Пройдусь по основным. Остается опасение очень высокой волатильности и неконтролируемого обвала некоторых бумаг, что способно навредить не только инвесторам-эмитентам, но и профессиональным участникам фондовых торгов. Надо понимать, что если московскую биржу откроют и позволят иностранцам выходить из российских бумаг, то обвал может быть очень драматичным. Именно поэтому финансовые власти страны задумались о принудительном выкупе российских акций у нерезидентов. И, кстати, вполне возможно, что сложности в решении именно этого вопроса сейчас не позволяют открыть биржу сразу. Кроме того, думаю, что до сих пор есть проблемы в администрировании биржевых фондов и иные сложности технического характера. Есть проблемы и у отдельных брокеров. Тем не менее, известно, что финансовые власти России анонсировали поддержку российского фондового рынка на средства из Фонда национального благосостояния. Ну, я об этом уже говорил. Не исключаю, что и там есть затыки. Возможно, что на данном этапе по этому вопросу сложно перейти от слов к делу, то есть к реальной поддержке. Вполне возможно, что есть технические проблемы у реализации этого решения. Но это мои домысли. В общем, причин при остановке торгов может быть несколько. Стоит ли паниковать и думать, что биржа обвалится и развалится окончательно, как сказал Байден? Ну, конечно, нет. Российский фондовый рынок останется, хотя заметный обвал все же вероятен. Биржа не развалится, она нужна и важна. Ее откроют. Кстати, возможно, это будет сделано просто при наступлении более благоприятных времен. Ну, скорее всего, с точки зрения геополитики. И, честно говоря, совершенно не исключаю, что текущий период отсутствия торгов акциями – это все-таки хорошо. Для большинства участников торгов, так как в подобные периоды эмоциональные действия и экстренные покупки-продажи, как правило, приводят к серьезным убыткам. Далее. Что делать, спросите вы? Как быть? Просто набраться терпения. Биржу откроют и будем смотреть, что покупать. По низким ценам купить – это перспективно. Я уже пережил несколько фондовых кризисов. Покупки в такие времена были самые полезные для роста капитала. Ну, а свои покупки после открытия я буду публиковать в Инвест-клубе с объяснениями и постараюсь это делать оперативно. В 2008 и даже в 2014 тоже было сложно покупать, но я покупал. На сегодня это все. Всем здоровья, мира и да пребудет с вами сила сложного процента.